Душевно приветствую всех. Сегодняшний пост будет очень коротким. Это два небольшие рассказика о детях. Первый называется «Вопросик». Грустный и напряженно сосредоточенный Сережка шагал из детского сада, держась за маминую руку. — Сынок, — то и дело спрашивала встревоженная мама, — тебя кто-то обидел? — Ну, что ты молчишь? Сережка хмуро сопел и продолжал вышагивать к дому. — Может, ты подрался? — Молчание. — Может, ты скушал чего? — Яблоко я вкуфал. — Плохое яблоко? Мама остановилась, присела к сыну. — Тебя тошнит? — Хоуфе, пойдем. Короткая дорога кончилась быстро, и домой пришли в полной неизвестности. Что случилось? Почему Сережка такой надутый? Расспросы и попытки выведать причину так и не привели ни к чему, пока не сели ужинать. Задумчиво и без обычных долгих уговоров съев котлетку и отложив в сторону вилку, Сережка вдруг компот пить не стал. Посложил пухленькие ручки на столе и одной щечкой лег на них. Полежал, грустно наблюдая, как отец поглощает ужин. — Сережа, — сказала мама, — не клади локти на стол. — Нехорошо так делать. — Подожди, мама, я у папы спросить хочу. — Что, сынулечка, отец-то и дал последний кусочек. — Папа, скажи, ну почему так? Каждый думает только о себе. — И только я один думаю обо мне. Второй рассказик называется «Монах». Покажите мне счастливца, который не писал бы в школе сочинения, и я скажу, что это мираж или уникум, каких не бывает на свете. Все прочие писали непременно. Скрипели перьями. Давно этот скрип звучал. До эпохи шариковых ручек, фломастеров, прочих других новомодных приспособлений для письма. Сопели, старательно вводили буквы, грызли ручки, заводили глаза к небу, подглядывали у соседей по парте, умудрялись проливать чернильницы-непроливашки, тяжко вздыхали, глядели по сторонам, стреляли бумажными шариками через трубочки в девчонок. В общем, шла обычная школьная ребячья жизнь. «Кем я хочу стать?» Из года в год терзали нас учителя вопросом, на который надо было отвечать идеологически правильно, без грамматических ошибок и в силу способностей поподробнее. Атеистическая пропаганда просветляла умы, учения отцов теоретического коммунизма и наказы партийных съездов считались непререкаемыми. За окном тихо шелестели шестидесятые, потом семидесятые. И было ребятишкам покойно и радостно. Будущая жизнь виделась кому-то за штурвалом космического корабля. Кого-то непременно тянуло стать капитаном дальнего плавания, кого-то обязательно директором завода, хотя глубоко в душе мечтал он быть главным индейцем Гойко Митичем. Кто-то уже мнил себя знаменитым хирургом или киноартистом, а другой собирался посвятить свою жизнь благородному поприщу педагога. Все было как всегда. Но однажды в обычной ленинградской школе случился просто кошмар. И вывел его этот кошмар, старательно даже закусив от усердия губу на обычном тетрадном листе в линейку ученик третьего класса. «Когда я вырасту, то хотел бы стать монахом. А если я не стану монахом, то тогда я хотел бы стать путешественником. Только я хотел бы путешествовать не на поезде, не на корабле, не на самолете. Я хотел бы путешествовать в старой скрипучей телеге. Я бы ехал в телеге, а телега бы скрипела. Телега бы скрипела и говорила. Ты не стал монахом. Ты не стал монахом. Ты не стал монахом. На этом сегодня я прощаюсь с вами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok